Приветствую вас! История ваша, конечно, очень сложна, и пишете вы довольно-таки, так вот, знаете, ну, сбившего, не всегда понятно, что вы именно имеете в виду, вот. Ну, я думаю, во-первых, что, знаете, врач, который выписал вам препараты, таблетки и тому подобное, врач этот вам также должен начать психотерапию. То есть не обязательно медикаментозную, то есть не только медикаментозную, но еще и непосредственно регулярно психотерапию. Потому что таблетки, которые вам выписывает врач, они преследуют всех только одну, на самом-то деле. Эта цель помочь вам впасть в определенное состояние, когда бы вы лучше воспринимали эффект и средства психотерапии. Если же вот этого как бы не происходит, то есть если вы только, например, только таблетки вы употребляете, но при этом, значит, вы ничем не занимаетесь, то есть если вы с ней проходите психотерапию, то, значит, я думаю, что это не даст вам никакого эффекта. Вот, это первое. Значит, второе, что я хочу вам сказать. Значит, исходя из вашего текста, вот вы говорите, помочь вам, да, и я сразу, сразу думаю о том, как бы вам, ну, действительно, можно было бы помочь. Что можно было бы сделать в вашей ситуации? В вашей ситуации поможет, значит, регулярная психотерапия, как я уже сказал, работа с вашими вот негативными установками, да, то есть почему у вас есть вот этот вот негатив, негатив, который вы, ну, о котором вы пишете, о котором вы рассказываете, так, довольно много вы о нем говорите, об этом негативе, да, и я хотел бы, чтобы вы вот все-таки работали именно над этим. То есть, почему год назад у вас была депрессия, с чем она была связана, какие причины, какие моменты в вашей жизни заставили вас испытывать депрессию, испытывать такое состояние, да, и так далее. Вот это все нужно с вами разбирать, да, то есть глубинная негативная установка, которая у вас есть. Но работать с ними эффективно только если вы будете принимать препараты. Я имею в виду медицинские препараты, которые вам назначил врач. И если вы не будете сами себе лечение отменять, кстати, почему вы это сделали, почему вы решили прекратить лечиться, почему вы решили перестать принимать препараты, то есть очень важный вопрос. То есть, если ваш врач, лечащий врач, посчитает, что работа с психологом будет вам полезной, то я думаю, что вам нужно выбирать эксперта и работать с ним. Но, как правило, психотерапевт сам, назначая лекарства, он отношает и психотерапию. И надо сказать, что не всегда, далеко не всегда, эта психотерапия является индивидуальной. То есть, очень важна психотерапия является групповой, и вам, может быть, в группе было бы легче как раз таки и с людьми общаться, и какие-то навыки, коммуникационные навыки вам было бы легче развиваться и так далее. И вот в этом контексте как раз непонятно, как обстоят дела с лечением у вас. То есть, я имею в виду, как обстоят дела именно с тем, проходите вы какое-то лечение сейчас, я имею в виду, психотерапевтическое или нет, или только медицинское лечение, ну, медикаментарное в смысле, почему только медикаментарное лечение и так далее. Что касается тех симптомов, которые вы описали, то очевидно, что они идут из той вот ситуации, когда вы были в депрессии, но я думаю, что здесь у вас целый набор, да, то есть, это и страхи, это и тревожность, это и, значит, депрессивное состояние, и апатия, и отсутствие мотивации, и вот, и так далее. То есть, проблем, на самом деле, хватает с ними, нужно работать. Знаете, нет таких проблем, которые нельзя было решить, важно, чтобы у вас было желание это делать, и вот, если у вас такое желание будет, то все, поверьте мне, вполне решаемо. Вот. Главное, чтобы вы на самом-то деле не переставали только лишь вот пить таблетки, только лишь потому, что вот сами решили, вот этого делать нельзя. А вот я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что это не совсем то, чего бы вы хотели. Понимаю, что помощь-то вы на самом деле хотели вообще-то другую, но и вы тоже потратите, пожалуйста. Понятно, что помочь вам вот так вот в сети, как вы говорите, одним ответом на вашу проблему невозможно. В лучшем случае вам нужны регулярные занятия с психологом, регулярные встречи, регулярные беседы с ним. В худшем случае вам требуется работа с психиатром и психиатрическое лечение, если у вас именно депрессия, потому что, ну, даже если у вас глубокая депрессия, то у этой глубокой депрессии все же, ну, должны быть причины какие-то. вот как-то, ну, говорит о том, что у вас, например, говорит о том, что у вас, например, ну, допустим, глубокая депрессия, но при этом как-то говорит, что эта депрессия вот, ну, только есть, а причину, причину этой депрессии нет. Это, на мой взгляд, ну, непрофессионально подобное. Поэтому давайте мы все-таки сконцентрируемся на том, почему у вас вообще эта депрессия появилась, каковы ее причины, и далее постараемся исходить именно из этих основных моментов, потому что именно они, эти основные моменты, и являются тем важным ключиком к пониманию, значит, ну, пониманию вас, который и необходим как раз для того, чтобы вам помочь. И получается таким образом, что зависит все именно от вас. Вот как вы будете работать, действовать, как вы будете ставить, например, работу с психологом, с психиатром, как вы будете организовывать и следовать лечение. Вот так у вас и будет результат. Так что, пожалуйста, не бросайте себя, не отбывайте о себе и не принижайте себя почком. Зря это очень плохо. На этом, думаю, можно закончить. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если он понравился вам, буду благодарен за оценку его как лучшего. Если остались вопросы, пишите в личку «Помогу». Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.